Сейчас с вами поработаем одна рука. Нож. Нож одна рука. Человек на мною стыка. Угарить. Несли удар. Одна рука будет причина не работает. Причина ранения, причина травмы. Будем правую руку работать, левую руку работать. Значит, что? Так как мы понимаем, что его нет, если бы она у нас была, надо естественно делать. Естественно, мы вот это сделали. А так как мы понимаем, что это не очень, скажем, естественное движение, но, так как мы работаем маятником, для нас это движение, когда она прямых, оно, как бы, свойственно, потому что мы все время работаем маятником. Поэтому и у нас ручка срабатывает. Оп! Сразу прошло. Оп! И тут же отсюда уйдет. Прямо снизу. Вот смотри. Я сейчас разделил, чтобы вам было понятно. Уход. Видите? То есть ни отвод, ни оббив, ничего. Чуть отобьете, сразу получите встречу. Мы как бы захлопываем. Захлопываем. Видите? Те же самые движения, что приклад автомат и так далее. То есть все, что мы с вами делаем, практически не надо движение. То есть возьмем раз. И вот теперь отсюда рубим. Рубим вниз. Дальше удар можно и по колено, и по факту. Что увидеть, что будет близко. Ударили дальше. Не работает она. Ударили. Входим. Мало этого. Тут дальше. Итак. Ударили. Попробуем. Рука. Дума! Рука. Рука. На руку. Мик. Промерим. Мик. 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 Ах. 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 Ударили. Ясно? Танец включает. Да. Попробуем. Неприятный для него. Приятный для нас. такой мужской стриптиз и шажочек сюда сделал и живот убрал и вот он прошел потому что остается время вернуть ему остается время вернуть руку в этот момент пока она начинает возвращаться мы убьем если будет видеть камера и вы вот это все сделать это все прошло так что почти не поймешь не разберешь что произошло в одном движении но когда вот это закончилось ты ему там еще там отскочил стоит нож уже валяется он уже там поплыл и ты ему еще там вот это уже превышение уходило то есть нож на земле уже все закончил все попался и я не закончил если было представьте у тебя есть такая скорость посмотрите вот это опять тебе скажу нет а вот время вот когда вы тормознули он сейчас на вас опять ломанулся ломанулся это уже это это когда пошел деломся когда он недоумение разлепит на это недоумение бэм бэм была пауза было ясно видно нож потерян опасное деяние окончено все при наличии этого видео в любом суде тебя упрячут за превышение придет необходимого ворота а если комусь произошло все как тут и не видно че я тут кто что видит вы хлопнули или нет может быть вот так вот все а так же я ушел а если ничего не делать просто не видно я с одной рукой вообще ребят я с одной рукой я вообще понятно что происходит как она так пошла так она пошла я испугался от страха а к чему это реально от страха к чему все думают что если там вот он там сколько чемпионов мира полегло как ножи к чему все думают что если он там чемпион он спортсмен и занимается домом значит это гарантировано ничего это не гарантировано это вообще не гарантировано от того что тебя убьют это просто дает шанс тебе дается шанс это не значит что мы победили и умеем воевать на войне да мы погибаем мы кладем набираемся опыта учимся воевать а потом победоносно заканчиваем войну здесь то же самое мы можем погибнуть а может нет а может это шанс единственный который мы с вами пытаемся сейчас изучить он может кто-то знает как он может тысяча людей скажут что я идиот тысяча может миллион ну и хорошо и пусть а мы с вами будем работать идиотские вещи потому что я вам рассказывал когда я спал когда я не ходил помните у меня нога выскал я не так когда я остался стою подворотня жду пока за мной приедет машина вышла от этого укалывателя мануала стою и когда двое к нам не подходят и сидят там ходите сидит бог они видят что я один стою подворотня мне сесть не надо а я уже все готов упасть то есть у меня вид такой вот блин ну я не старик просто вот так вот они подходят с этой стороны и с этой стороны жертва стоят двое подходят а палку мне ребят сделали еще просили тебя какую сделать чтобы голову не ломалась мне сделали такую палку хорошую с какого-то деревня с железном что-то дерево называется какое-то такое дерево вот они видишь подошли и тут прямо из последних сил ну казалось бы да а палочка я умею работать слава богу я на какую-то минуту я тогда рассчитывал простоять на ногах за это время а за это время то они не ушли слава богу бежать но я к чему говорю ситуация бывает разная мы рассчитываем ситуацию когда мы бойцы устроили нам рать а я красавчик а я вот так а вот такой способ лучше а вот такой лучше а вот такой еще лучше а вот такой еще лучше а вот эта школа лучше а там варнист а варничах села а тут джиу-джитсу а тут это ну ты можешь быть без руки без ноги ты можешь быть тяжело больной с температурой 39 идешь от врача ты можешь идти после операции тебе еще шлый аппендицит например докладывать будешь что ли извините ребят у меня аппендицит давай доложим нашу встречу довольных замечательных времен и вас никто ооо аппендицит ну получи туда как раз в этот аппендицит ну разве не так? поэтому нужно больше работать идиотских вещей и находиться в состоянии болезненности то есть а если я такой а если я такой а если вдруг у меня там нога а вот у меня нога а вот он мне бьет а вот у меня нога а здесь вообще протез жизнь еще кончилась она не кончилась она может кончиться но еще не кончилась поэтому стараться нужно делать любые вещи любые вещи итак оп вот смотрите вот этот момент вот здесь поставляется для большинства а потом когда он ударит то есть мы вот так вот делаем хоп бух и лезем сюда а вот здесь мы не можем видеть в бою особенно ночью потерял он нож не потерял он выделим его или не выделим поэтому наша задача еще раз говорю организовать движение то есть мы его убиваем но руку проводим сюда он мог не выпасть нож вообще мог не выпасть потому что мы могли ударить в суете так в спешке что не туда не в то место ударить где он может быть то есть крепкий он нож держал поэтому мы его раскрываем вот таким образом чтобы второго удара не было да то есть потому что он может если мы провозимся у нас же руки нет если провозимся он нас вторым ударом ударит поэтому как только мы вот это движение бух вышли бах мы сразу вот эту возможность перекрываем то есть мы его должны раскрыть чтобы войти и чтобы не дать нас повторно ударить и свобода должна то есть не вот плечами работать то есть мы не плечами не открываем не плечами работать все должно быть расслаблено Сделайте Чтоб видели, а то сейчас скажут Я быстро там галил На этом вся игра На этом вся игра Быстро будешь работать, быстро будет получаться Еще? Опять же, ну, прогулки Быстро? Оп! Ага То есть, видите? А! Ура! Ай! То есть, быстро можно работать Ура! ДА! Ааааааа То есть, чуть продлил движение и не дал сразу Сразу Это делается сразу Это делается наркатом Ура! ДА! Сразу Наркатом Всегда Открываем себе Открываем Поэтому разные вещи. Разные вещи. Все зависит уже потом от вашего. Все должно быть свободно. Поэтому при мегалях нужно свободно. Свободно. Потом уже все это как бы раскрепостить. То есть навыки, а мы вот так ворочим. Свободы нет. Видите, как плеть. Надо к этому привыкнуть. Когда привыкнешь, оно просто само по себе. Потому что по-другому как-нибудь. У нас сейчас организм так устроен, что мы когда делаем глупую работу, когда мы не знаем как делать правильно. Поэтому мы делаем глупую работу. Когда она подскажет, что так будет легче. Особенно она физически тяжелая. Мы сразу раз-раз-раз-раз. И уже не будем работать так, как работали раньше. Потому что это не устаешь. Это эффективность выше. Ты больше делаешь и меньше устаешь. Здесь то же самое. Если ты научишься делать легко и эффективно правильно, ты больше не будешь работать по-другому. Я опять говорю о принципе. Тоже самое. Это же то же самое. Только двумя руками. То есть ты не будешь... Зачем мне работать, а? Никогда не буду работать вот так. А мне никогда не отместить. Ведь не будет. Тут траты такие огромные, что просто не нужно. Тот, кто над этим работает, будет работать так. Но в конце концов, когда он будет расти от данных в данных, у него этого тоже не будет. Обратите внимание на каратистов, которые там седьмой, восьмой, девятый. Они так не работают жестко. Они все... Они все очень быстро. Просто не умеются. Мы же русские люди. Такой огромный путь проделать нам. Можно здесь природу черпать просто. Посмотрите на детей, которые в салочки играют. Вспомните, как сами играют. Разве мы были закрепущены? Разве мы были вас очень просто лунами? Где были? Через заборы бегали, прыгали, плавали, кувыркались, с крыш прыгали, с сараев там... По стройкам. По стройкам лазили, что только не делали. Кирпичами швырялись друг в друга. Кирпичами друг в друга. Ничего, жив здорово. Корбит еще не было. Корбит взрывали, да. Что только не делали. Живо, живо, живо. То есть мы же как в силу не вышли. Все как-то легко двигалось. А потом со временем, со временем, нас сгибает жизнь, сгибает. Мы становимся такими серьезными. И забываем вообще логичными. И забываем про легкость. Про свободу. Забываем. Мы должны быть свободны в жизни. Вообще. То есть мы, мы же свободно выбрали. Мы свободно выбрали, ударить человека или не ударить. Особенно всегда есть соблазн ударить того, кто слабе тебя. Мы же почему влезем там? На кого-то там. Потому что мы уверены в себе. То есть мы самоуверенны влезем на человека. Почему? Надеемся, что мы сильнее его. А вдруг нет. А если бы наверняка знали, что он сильнее. А если бы знали, что тебя за это сейчас зарежут. А если бы знали, что... А он твой начальник. Как один товарищ говорит. Что мне делать? Меня бьют на чайник. Продолжайте дальше верой и правой служить. Тебе бьют на чайник. Дай им пандель заведем. Дай им пандель. И любуйся. То есть... То есть мы можем выслушать оскорбления от кого хочешь. Да. Но так-то мы люди свободны. Мы же можем его не выслушать. А когда можем его порвать, как тузе, грелку. Но не делаем это. Вот это свобода выбора. Не просто... Для того, что ты знаешь. Это свобода выбора. Я могу сейчас посадить какую-нибудь девчонку в машину туда повезти. Куда-то там. Да. Могу и повезти. Не надо. Потому что мне не позволяет мое внутреннее убеждение. Да? Нет. Но я же могу сделать. Могу. Но не делаю. Это же потому, что я свободен от страстей. Вот от этих. Да. А я от другого, может быть, не свободен. Я там психую, злюсь, там, ору, еще что-нибудь. Да. Ну, боремся с этим. Ну, можно не бью, по крайней мере. Теперь. Ощущай. Поэтому. Поэтому. Поэтому я говорю. И здесь тоже. То есть мы каждый. Мы должны быть свободными. Мы свободными. Выблок. Свободными уже везде. Мы можем пить, можем не пить. Мы можем ругаться матом. Можем не ругаться. Я не могу. Я привык. Я не замечаю. А если ты сядешь, где-нибудь в зону приедешь, там, а там привык брякать своим языком. Да такие словечки, которые там, типа, на перо посадят. Ну, раз перестанешь ругаться. Ну, сразу просто перестанешь ругаться. Всё. Да. Видите, как мы такие народы смотрим. Да? То есть, если пуля к башке, ствол к башке или нож под горло, мы сразу можем это и не делать. А когда, мы, может быть, пистолин в башке поставить, совсем и наоборот. И даже сдерживать себя не в ней. А это человек, который не подвластен. Вот этой свободе у него нет свободы выбора, да? Он и не может себя вообще в жизни сделать. Люди, они неопределённые. Вот они, видите, на дорогах, там ещё они психуют, вскапивают. А не то, что он даже оценку не даёт событию. То есть, чего он людям выскапивает, несётся, там, привет, дети, как вы поедали? Он не даёт оценку событиям. Перед тобой, может, сейчас стать человеком, который ты вообще сделай так, что ты последний вздох делаешь на земле, на этой. А никто же об этом, даже оценок не даёт. Мы люди настолько охренели просто, сумасшедшие. У нас правильно, как этот отец Андрей откачал, говорит, ну, он говорит, это так. Вокруг нас живут сбежавшие, либо непойные из всех больниц. Вот. Поэтому, в общем-то, как бы люди дают отчёт. И нет свободы. Они рабы. И поэтому всегда плохо. Всегда нервное состояние. Они не могут от этого освободиться. Им там на работе плохо. Всегда им плохо. Где-то ещё. Тут друзья плохие. Тут эти плохие. Тут на дороге ещё. Знаете, как они кнут про лягушку на бьемоте. Сидит лягушку на бьемоте. Погода хреновая. Комары не летают. Что ты же бьемот к жопе берешь? Да. То есть вот так, как мы вот люди, которые, ну, не свободно. Мы не можем спокойно, свободно таситься. И тоже это отражает наши действия. Если мы делаем вот так, то мы... А он будет тук-тук-тук-тук. Пока мы будем тут цепляться. Хватает. А он будет нас тук-тук-тук-тук-тук. У нас лизер вывалится наружу. И всё. Поэтому здесь нужна такая же свобода. А нам нечего делать. Правильно я это делаю. Неправильно я это делаю. Я это должен делать быстро. Потому что моя основная задача не вот с этим бороться. А вот с этим. Вот с этим. Вот здесь его учить уму разума-то. Вот здесь его заставить отказаться от нападения. Поэтому, когда я всё бьюсь, мы его... Начал с двух голов. С нижней, с верхней. Всё. И как бы... Думать нечем. Мы у нас всё делаем по-мысленку. А когда это можно? Когда мы будем с вами сва-го-дны. То есть всё связано. Душа связана с его. Мы не отдельно. Мы личность. Не пустота в дзене. Не пустота. А наоборот. Мы личность. Круг. Круг. Дзен, да? Буддизм. Круг. С этими с точки зрения. Круг он центростремительный. То есть он заключён границей. И он вся идёт в центр. Всё идёт в центр. Центр вселенной. Как вот смысл окидывает. Центр вселенной. Он центростремительный. Всё сводится к центру. К я. К эго. Крест наоборот. Всё своё отдаёт наружу. При естественных столкновениях и сопротивлениях каких-то внутри. То есть в точке соприкосновения. Там могут быть нестроения. Могут быть противоречия. Могут быть всё что угодно. Но. Всё равно это всё отдаётся на все четыре стороны. Поэтому разница-то в людях, в нациях. Разница наша. Когда ты отдаёшь. Тогда ты как бы получаешь больше. И вот здесь. И это тоже здесь реагируется. Я отдаю. Я отдаю. Я его как бы не сразу. А потом. Всё. И вот сразу он окон закончил делать. Понимаете? Получилось одно движение. Одно движение. Свобода. То есть. Ты не агрессивен. Ничего. Но. Наказать нужно сразу. А потом уже разбираешь. На войне другие методы. Более жёсткие. Здесь метки такие. Они были мягкие. Поэтому. Опять. У меня что сейчас. Свободу выбора. Я выбираю. А то некоторые там. А вот там. Ну чё ты отбор лежишь. У чё ты. А то горло там ему уходим. В глаз ему мыкло. Ты можешь всех сейчас выстрелить. С пулемёт перестрелять. Ну это не война ж. На войне можно глаз выковать. Кадыка вырвать там. На войне можно там. Всё что угодно сделать. А это мирное время. Одно дело тебя убивают. Ну это совсем другое время. Другое дело ты как бы чувствуешь. Всегда нужно стремиться к кому, чтобы нанести наименьшую щебу. Ну в обычной жизни, если ты понимаешь. Но если естественно идёт перевес. И ты понимаешь, что твоя жизнь возгружается опасностью. То здесь никакой речи не может быть ввести. И идти там о каком-то там наименьшем ущелье. Здесь наоборот максимальный ущель. Мы вышли, например. На тебя идёт там какой-нибудь там. Хомячок там. Чё ты слышишь? Ты тут прибарговался. Но ты знаешь, что там сейчас в башне ущелье. В случае был один. Встаю там. Один. Таксист. Начал. Он мне он. Дима сказал. Там одни камеры кругом на вокзале. Кругом одни камеры. И он на меня там матом дёртом. Мой друг вышел. Мало того. Я стоял так. Он притиснулся так, что дверку не откроет. И он вдруг мне выходил. Ну как. К машине. К машине. Дверка открылась. Естественно коснулся машины. А как. Ты подъехал так встал. Что не выйдет. А. И он выходит. Не притиснуется. Машина. Тысяча рублей. Там. Бам-бам-бам-бам-бам. Мать-бери мать. Машину сядь. Смотрел камеры везде. Правда. Камеры там везде. Смотрел камеры везде. Ну сейчас рубанёшь. Еще раз. Да. И проблему себя наживешь. Дошел к нему вплотную. В глазки ему посмотрел. Шепотом он вот так. Машину сядь. Он опять что-то бург, бург. Я говорю, в машину сядь. Вот так. Раз, машину сел. Ну слава Богу. Хорошо. А почему опять дешево? Выбор там есть. Можем конечно его рубануть. Да. Глаз ему выколоть. голову отведи, еще что еще там, половые органы выгласить, все можно сделать, еще на части ногу отломать, вторую отломать, то есть все тут, растоптать еще его, и все, и со спокойной душой ехать домой. Ну я-то его вижу, что, ну кто он есть, ну так себе, ну так себе, мужичок, ну оклон такой, видимо, бывший мент, потому что он делал себя так, как видел. У него интонации такие. Но все равно, то есть тоже хорошо хоть понял, сел в машинку, на этом все закончится. Всегда есть выбор, свобода выбора, свобода действий. Чем больше мы будем свободны в теле, меньше у нас будет линейных, там, закрепощенных движений, тем больше у нас будет выходов здесь, как и в жизни. Чем больше у нас будет, мы свободны будем в своих пастухах, мы будем контролировать себя в своих срастях и в своих, там, привычках. Контролировать себя, тогда мы больше будем находить выходов, правильных выходов. А если мы все время, как бы, привыкнем, там, бам-бам-бам-бам-бам, а он чуть не так ударит, а он ударит, там, как-нибудь скинуть, там, как-нибудь не так, и мы уже потеряемся. То есть нельзя отрабатывать приемы, загонять себе в какие-то рамки и надеясь на то, что вот он этот прием, потому, что я его выучу там наизусть, и он будет работать. И это будет мой коронный. А вообще все не так. В спорте мы можем выучить коронный и вытащить его на коронный прием. Там можно двигаться, тактически строить бой, так, чтобы его потом вытащить на этот прием. А драки нет, там вообще, там времени на это нет, даже думать нет. Там все так, сразу закроются, мало того, он тебе то ножом ударит, а то, может, вообще брызнет тебе болотчиком, я могу, или ты хоть какой-то крутой, сейчас начнешь соприк там, а потом тебя укатают здесь и все. Поэтому чем ты свободней, внутри, свободней наружу будешь. Это воздействует как свобода внутренняя, так и внешние движения, которые работают на твой мозг и работают на твою душу. То есть, работая на гибкость тела, мы можем быть гибкие и здесь. Почему люди занимаются, когда в шахматах, которые играют, они, как бы, ситуации в жизни, ну, по крайней мере, большинство людей, если они глупые, они гораздо лучше видят ситуацию, просчитывают ходы, поступков своих, чем люди, которые не занимаются. Военачальники, например, которые шахматисты, они гораздо успешнее операции проводят, потому что это такие же шахматы, чем те, которые не играют шахмат. То есть, чем больше у нас будет свободы в суставах, тем больше у нас будет различных выходов. Чем больше у нас будет свободный наш мозг от предрассудков, от клише, которые они, это не прием, это не работает, вот это работает. Сейчас же много всяких пишут, что это не работает, кто не работает, как будто не знают. Топор, он не может не работать, может не уметь работать только с топором. И все. Один так, другой так, третий так, четвертый так. Умеешь пользоваться? Пользуйся. Один с топором ходит, толку нет, а другой может шарикой ручкой, там, человек, укачать. Вот и все. То есть, тут дело-то в человеке. Поэтому освобождаемся от предрассудков, наблюдаем за собой всегда и расслабляем свое тело, то, чего вам не хватает. Тело расслабляйте, мозг свой расширяйте, познание свое. Освобождайтесь от стереотипов. Освобождайтесь. Но не в такой степени, как эта. А я свободен, хочу, колюсь, хочу ехать. Это не свободен, траусский, первый раз, потом это не заберешься. Так же от этого, это не свободен, траусский. Сквернословие, это не свобода траусский. Траусский. Попробуй, по-прому, не робай структуру вецината. Ду-ду-ду-ду-ду пошли. Смотрите, человек сквернословит, а это сначала скверно мыслит, он сквернословит, а потом скверно делает. Потому что всё же связано. Сначала мысль, потом слово, потом действие. Если, может быть, кто-то не действует, боясь там возмездия, но уж думает он точно об этом, как и я. Переперить шейку-то. Отдай возможность, сделай. И скажи, чтоб ничего держать не будет, и сделал. А всё потому, что скверно мыслит, скверно говорит, и скверно потом делаешь. За это надо следить. А потом мы говорим, что погода так и плохая. Как я перевел, да? Щеки он. Вот поэтому. Жалуемся на погоду. Ругаясь матом на цветы. Я в дизайна. Поэтому на здоровье плохое. Мы ругаемся матом. За столом едим, матом ругаемся. Воду пьем, матом ругаемся. То есть целый фильм, посмотрите, есть. Японцы создали про воду. Как воздействие, когда молитвы, когда читаются, да? Когда там приятная музыка классическая играет. Какая структура воды. И когда что-то улает. Коты от этого не дохнут? Дохнут. Сколько надо на него ураться? Кот-то как раз здесь берет, сдохнет. Кот-то сдох еще. По грузу, не попало... По грузу, где попало не попало. Продолжение следует... Продолжение следует...